29 августа здесь, на Кремлевской набережной города Казани, состоялся первый фестиваль донорского движения «Пульсация». Цель мероприятия – объяснить казанцам и гостям столицы важность донорства костного мозга. «Протяни руку» – слоган проекта, который дает возможность почувствовать каждому из гостей фестиваля свою важность в жизни города. Фестиваль проходит совместно с перевозчиком доноров костного мозга и Росфондом, который сотрудничает с Казанским федеральным университетом уже несколько лет. Лекцию «Спаси жизнь, стань донором костного мозга» прочитала координатор донорских акций Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова от Росфонда Людмилы Геранина. Во время лекции выступила и Аниса Николаева, мама пятилетней Саши, которая благодаря пересадке костного мозга получила возможность жить. У нее редкое генетическое заболевание. Два с половиной года назад ей провели трансплантацию костного мозга в Израиле. У нас прекратилось отмирание нервной системы. То есть регресс остановился и теперь мы работаем над тем, чтобы восстановить способность ходить, способность бегать, способность жить полной жизнью. Вот такие важные изменения, что мы живем. Стать донором не страшно. Стать донором – это значит дать кому-то шанс на жизнь. И у каждого из нас, как правило, есть близнец, кому наша кровь может подарить такое счастье. Гости фестиваля также узнали и об истории Артура Сидикова, который прошел сложный путь. После курса химиотерапии ему срочно понадобилась пересадка костного мозга. Донорский мозг не прижился во время первой пересадки. И, к сожалению, пришлось срочно вызывать мою маму из города Казани, чтобы она приехала. И ее костный мозг мне пересадили во второй раз. Сделали вторую пересадку костного мозга. Слава Богу, за второго раза все получилось. Мы призываем всех вступить в российский регистр доноров костного мозга. Пополнив его, мы даем шанс каждому человеку, каждому, кто столкнулся с такой болезнью, вообще с болезнями крови, мы даем шанс на счастливую жизнь. Во время фестиваля каждый мог заполнить анкету добровольца и впоследствии стать донором. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Русфонда. Напомним, что благотворительный фонд Русфонд сотрудничает с Казанским федеральным университетом уже несколько лет. В 2016 году был зарегистрирован Приволжский регистр доноров костного мозга, учредителями которого стали Русфонд и КФУ. Типирование на совместимость доноров происходит в стенах Казанского федерального университета, в лаборатории, который тоже организовал совместно с Русфондом. Лаборатория находится на Волково, 18, туда доставляется кровь потенциальных доноров костного мозга, проводится эйчелетипирование сотрудниками, научными сотрудниками Казанского федерального университета. И уже вот эти коды по совместимости с донорами передаются в регистры. Такое совместное сотрудничество привело к тому, что за очень короткое время, буквально за 2,5 года, регистр пополнился до 37 тысяч доноров. Ну и это очень большой шаг к спасению жизни людей, которые действительно имеют единственный шанс иногда при пересадке костного мозга.